У нового госбюро расследований появился руководитель. Им стал Роман Труба. Чем будет заниматься глава ГБР и кому подчиняться, смотрите далее. Сегодня спецкомиссия избрала главу государственного бюро расследований. Из 19 кандидатов, среди которых и глава военной прокуратуры Анатолий Матиос, был выбран Роман Труба, бывший сотрудник прокуратуры, в последнее время работавший в частной компании «Сектор права». Комиссия из 9 человек – это преподаватели права, юристы, а также замминистра МВД Татьяна Ковальчук и три нардепа Владислав Бухарев от Батькивщины, Николай Поломарчук от БПП и скандально известный Евгений Дейдей от Народного фронта. Всех кандидатов подвергали проверке на полиграфе, а также ряду собеседований. Формально госбюро было создано почти два года назад с принятием соответствующего закона в ноябре 2015 года. Но в реальности новый орган так и не заработал. С 20 ноября этого года он перебирает у Генпрокуратуры полномочия по расследованию преступлений, совершенных чиновниками высшего уровня. Поскольку ГБР является органом исполнительной власти, теоретически может находиться в подчинении у премьер-министра. Граничная численность ФБР по-украински – до полутора тысячи человек. Согласно декларации, у семьи Романа Трубы несколько небольших квартир во Львове, два земельных участка площадью более пяти тысяч квадратов, автомобиль Toyota Avensis 2007 года, а также акции Борщевского сырзавода и Львовского инструментального завода. Наличными он держит 84 тысячи гривен. Субтитры создавал DimaTorzok